Субтитры создавал DimaTorzok Что с ним? Дело тут успокоительное. Ему надо поспать. Я ему сказал, что вас тоже откачивают после встречи с ним. Так почему вы вернулись? Я решила про эту квартиру. Да? Давайте поговорим об этом в другом месте. Мне нужно на работу. Я вас отвезу. Добавил субтитры. Вот этот вычеркивает, ты по нему только что звонила. У меня уже голова кругом от этих цифр. И вот этот он не действительно тоже вычеркивает. Так. О, осталось только три. Шансы растут. Угу. Так. Алло, слушай внимательно. Герман? Нет, Гоги. А это кто? Это… Это… Это Лиза. Гоги, а вы знакомы с Евой Крыловой? Нет. Но если приличная девушка, могу познакомиться. Блондинка или брюнетка? Рыжая. А, тоже хорошо. Замуж мечтает выйти поскорее. Родить пятерых детей. А вы по всему мужчина очень серьезный. Лизка. Мне нужны деньги. Когда вы мне заплатите? По окончанию вашей работы. Примерно через неделю. Мне нужны гарантии, что вы закончите свое дело и не сбежите. Вы знаете, роль Ланы вам дается все лучше и лучше. С балмошностью и любовью к деньгам уже освоены. И все-таки, почему он меня выгнал? Он думает, что у Ланы есть любовник. А он есть? Я не знаю. Что же ему теперь делать? Что? Все отрицать. У него наверняка доказательств нет. А что делать, если любовник все-таки есть, он найдет меня? Найдет, посмотрим. Так, этот или этот? Сейчас. Мы совершили стратегическую ошибку. Я слишком много знаю о Лане и совершенно ничего не знаю о Бельском. Так спрашивайте, я отвечу на все вопросы. Знаете, у меня слишком много вопросов. Давайте я вам напишу их и покажу. Конструктивный подход. Лучше вам все у Федора Матвеевича Дворецкого спросить. Он знает Влада лучше, чем кто-либо. Извините. Да. Меня зовут Елизавета Кирилловна. Я бабушка Евы. Если вы Герман, у меня к вам очень серьезный разговор. Вы ошиблись. Это не Герман. Я ничего и не говорила. Вы сами виноваты. Не нужно было посылать фотографии. Моя бабушка вскрыла конверт и увидела их. А теперь она думает, что Бельского зовут Герман и что он мой жених. И что вы ей на это сказали? Сказала, что наш роман давно в прошлом, но у нее пунктик, она хочет выдать меня замуж. И лучшей партии, чем красавчик-бизнесмен, для этих целей не найти. Простите, а вы считаете Влада красавчиком? Я? Нет. Моя бабушка так считает. И теперь она не успокоится, пока нас не сведет. Придется убрать бабушку. Шутка. Да, и надо будет переодеться. Это он, Тома. С чего ты взяла? Это я чувствую. Протом он очень подозрительно себя вел. Ответил не сразу. Еще в последнее время как-то, как-то все очень странно. Вот, например, Иннокентий. Какой Иннокентий? Стоп. Стоп, стоп, Иннокентий. Иннокентий – это настройщик пианино. Надо ему позвонить и спросить. Что спросить? Ты можешь толком объяснить? Могу. Иннокентий пришел к нам, настроил пианино. Потом мы сидели здесь, разговаривали, снимал музыки, пили чай. Пришла Ева. Иннокентий вскочил, как будто его кипятком ошпарили. Да что ж такое? Где его телефон-то, а? Боже мой. Его же надо на Эн искать. Настройщик. Ну что, что, что дальше? Дальше он засуетился, засмущался и стал извиняться неизвестно за что. А потом он только раз и убежал. Как будто привидение увидел. Я его знаю не первый год, я его таким никогда не видела. Потом он точно что-то знает. Надо ему сейчас позвонить и спросить. ЗВУЧИТ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Не отвечает. Может, телефон дома забыл? Да нет, я уверена, он просто не слышит. Он же не просто настройщик, он же еще музыкант. Настроит, а потом садится за инструменты. Играет в свое удовольствие. За уши его не оттянешь. А что надо, звонить до последнего. Ну, что, мне кажется, что все, все в порядке. Иннокентий, вы голодны? Вы не отвечаете, по глазам вижу, что да. У меня такие вареники, пальчики оближешь. Знаете, я… Они уже готовы. Одну минуточку. Иннокентий, одну минутку. Ну, что ж такое-то? Да, да. Елизавета Кирилловна, я вас слушаю. Иннокентий? Иннокентий, мне очень нужно с вами поговорить. Дорогой мой, давайте мы с вами встретимся. А вы знаете, Елизавета Кирилловна, я не могу, у меня весь день по минутам расписан. Голубчик, ну опоздаете на пару минут, но вы же не доктор. Правда, я бы с удовольствием. Но я не могу, мне еще нужно в музыкальную школу забежать. Вы же прекрасно знаете, какой там строгий директор. Да, дорогой мой, директора я беру на себя. Мы с ним старые приятели. Вас, вас со связью проблемы какие-то, я не слышу вас. Елизавета Кирилловна, правда, алло, 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 алло. Вот дурак. Чего я про музыкальную школу-то сказал? Связь прервалась. Том, надо ехать. Куда? В музыкальную школу. Ну это здесь недалеко, подвезешь? Ну, куда я тенусь? Иннокентий, обед готов. Вы знаете, вы конечно извините, но мне нужно бежать, а то меня старуха может опередить. Какая старуха? Я не могу долго объяснять. Если у вас расстроится фортепена, вы обязательно мне звоните. Я приду. До свидания. А может, вам с тобой Валенечка в покласснике? Расстроится. Обязательно расстроится. Включаем двигатель. Ставлю ногу на тормоз. Выставляем селектор в нужный режим. Снимаем ногу с тормоза. Том, ты же год уже водишь машину. Ну это громко сказано. Если раз в месяц получается, то хорошо. Ну, ты знаешь, у нас машина одна на троих. И дочки, и внучки. Так предупреждать же надо. Поехали. Так, нужно еще три повесить. Больших или маленьких? Конечно, больших. Денис Сергеевич, ну как вам? Что? Ну, вы все так себе представляли? А где Ева? Ева? А Ева, как всегда, опаздывает. Ну, я все подготовила. Вот это отлично. Это очень хорошо. Конечно, ВИПы подтвердили присутствие, фуршет заказан. Книги прибыли в срок. Спасибо, что заметила. Марина, а где Ева? У нее фурс-мажор. Но вы не переживайте, мы обязательно справимся. Ага, девочки. Она придет и все отработает. Не волнуйтесь. Не исключено, что Влад позвонит, он тогда придется бросить все и сразу ехать к нему. Не переживайте. Я явлюсь по первому залу. Ох, Ева, я разыскиваю вас как раз. Извините за опоздание, Денис Сергеевич. Да ничего страшного. Может нужна моя помощь? Нет, спасибо. Это личное. А, я вас понял. Ну, вы можете на меня рассчитывать в любых вопросах, как говорится. Я могу приступить к работе? Разумеется, конечно. Что скажете о нашей экспозиции? Ну, на мой взгляд, слишком любовата. Очень много сердец. Вот я совершенно с вами согласен. Минуточку. Я хочу напомнить, что наша экспозиция посвящена любовным романам. Ларис, слишком много сердец. Нужно убирать. Вот эти вот два надо оставить. Вы же этот предполагали, да? Да. И можно еще взять гравюру девятнадцатого века. У нас в отделе сувениров есть. Это прекрасно. Ларис, давайте с надеждой за гравюрами. Марина, убираем из сердца. Пожалуйста. Ева, я вас очень прошу. Возьмите, пожалуйста, все в свои руки. Выберите лучшее из того, что вам принесут. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Вот это карьерный рост. Вот это я понимаю. Просто из грязи в князе. Скоро на мое место попросишься. Представь. Представляю, что меня приняли. Угу. Знаешь, кого жалко? Так это Лариску. Она это все сама подготовила, сердца придумала. А тебе и рекомендую ничего сегодня на работе не пить и не есть. Почему? Ревнивая женщина хуже цунами. Марин, зайди к Поспелову. Зачем? Понятия не имею. Может быть, мы пропустили момент, когда он вошел? А главное не пропустить момент, когда он выйдет. Вызывали, Денис Сергеевич? Да. Присаживайтесь, Марина Викторовна. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за такого толкового сотрудника. За Ему? Да. У нее высокоразвитый интеллект и потрясающий потенциал. У нее... У нее кто-то есть? В смысле? Марина. Между нами. Мне нравится ваша подруга. Вы, наверное, заметили... Ну, это сложно было не заметить, если честно. Правда? Да. Ну, так вот, у меня самое серьезное намерение, и я поэтому хотел бы знать, есть ли у Евы кто-нибудь. Можете считать, что нет? Прекрасно. Тогда забудьте, пожалуйста, о нашем разговоре. О каком разговоре? Вот и хорошо. Я хотел бы попросить вас лично съездить за цветами для сегодняшней презентации. Хорошо. Я могу идти? Да, да, ступайте. Я за цветами. Да, конечно. Лариска! Ларис! Да? Я уезжаю за цветами, а оставляю тебя за главную. Так что можешь кого-нибудь даже отчитать за плохое поведение. В общем, ни в чем себе не отказывай. Не в первый раз. Хорошо. Жаль, что уволить никого нельзя. Хотя... Что? Сто раз. Сто раз я сказал, мои вещи не передвигать. Не на сантиметр. Телефон. Подайте мне телефон и убирайтесь отсюда. Ну я, простите, если ваши телефоны переложили, то только для того, чтобы вытереть пыль. Слушайте, отправляйтесь к своему главврачу и сообщите ему, что вы уволены. Или я это сделаю! Или я это сделаю! Убирайтесь! Ну и что же скажет ваш главврач? Главврач скажет, что пациент всегда прав. А вы что? Будете защищаться, оправдываться? А я передам вашей новой медсестре о правилах поведения с вами. Я желаю вам скорейшего выздоровления. Все настроение испортило. Ладно. Тема с моими вещами закрыта. Без обид. Чаю мне сделать. Черный. Хорошо. Ты чего завис? Свободен. Алло. Привет. Я на шопинге. Зачем вы мне даете это буфло? Принесите что-то другое. Мне тут какой-то бред подсовывает. Почему так тихо? Я просто болею. У меня горло болит. Хорошо. Скоро приеду. Давай. Да что ж такое-то. Ларис, а ты не знаешь, где Марина? А можешь ей, пожалуйста, передать, что мне срочно нужно было уйти, но к презентации я обязательно вернусь. Спасибо. Да. Конечно, разбежалась. Раз двести передам. Может, он не придет. Сказал, чтоб ты отстала. Придет. А помнишь, как на гастролях в Норильске мы выслеживали директора местного цирка. Том, сорок лет прошло, а ты все не угомонишься никак. Конечно. Это ж не ты мизинцы на ногах отморозила. Угу. Идет. Я с тобой. Иннокентий. Иннокентий. Кеша, я вас все равно не отпущу. Я… я никому ничего никогда говорить не буду. Чего не будете говорить? Кому не будете говорить? Иннокентий, что происходит? А, я… я пошутил. Всего хорошего. Подождите. Подождите. Она что, в опасности? Да не она в опасности, а те, которые с ней связываются. Я ничего не понимаю. Рассказывайте мне все как есть. Да как вы не можете понять? Если я чего-нибудь кому-нибудь расскажу, меня самого… Я не могу все, извините. Подож… подождите, Иннокентий. Все, простите. Убийство Гераклом и Фита. Угадал? Ну что, Аполлинарий Сильвестрович, я в вашей викторине поучаствовал. Поучаствуйте теперь и вы в нашей. Да, на презентации. А у нас как раз появилась новая сотрудница. Блестящий специалист по Древней Греции. Ну, вам будет о чем пообщаться? Да? Нет, ну почему? Не карга. Молодая, симпатичная. Нет, не блондинка. Будете? Замечательно. Все. Да, ждем вас. До встречи. До встречи. Старый козел. Ну как? На Орильске лучше было. Там, по крайней мере, мы его поймали на перепродаже лошадиных кормов. Тогда знаешь, что надо твою Еву хорошенько прижать. Она и распорится. Все, думаешь, я не пробовала? Моя Ева кремень. Чем больше давишь, тем она крепче становится. А подруги у нее есть? Она, наверное, с ними делится. Надо подруг раскрутить. Так одна есть точно, Марина. Она же ее устроила на работу к себе в книжный магазин. Надо найти повод с ней встретиться. А с каких это пор мне повод нужен, чтобы к ночь не на работу заехать? Поехали. 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 Здравствуйте. Как называется книга? Владыка Туманов. Автор Карлос Руисофон. Испанец? Наверное. Это мистика или что-то типа того? Что-то типа того. Это ваш зависит стеллаж? Люся, позовите ко мне Еву срочно! Ева нигде нет. То есть, как это нет? Презентация вот-вот начнется. Точно мистика. Там еще оживают статуи и всплывают затонувшие корабли. Она? Отлично. Лариса, где Ева? Сергей Сергеевич, так спрашивайте, как будто Еве три года, а я ее мать. Ну, пожалуйста. Спасибо. Касса у нас вон там. До свидания. Она хоть в магазине? Нет, уехала. Ей позвонил какой-то мужик по телефону, и она сбежала. Молча. Такое впечатление, что она нас вообще ни во что не ставит. Я не удивлюсь, если она сейчас сидит с ним в ресторане. Ой, да бросьте. Или более того. Это уже слишком, знаете. Ой, боже, какая красота. Светлана Ильична вам очень идет. Ну правда, ну прелесть. А можно, пожалуйста, как-нибудь вот без этого? Вика, спасибо, я позову все что. Мы же договаривались, что вы будете выполнять свои обязательства, так? Да. Ну так не забывайте крутить бедрами, а то ходите как солдат срочной службы. Я стараюсь. Плохо старайтесь, скажите. Плохо старайтесь. Ну почти. Ланой в жару таскала меха. До свидания. До свидания. И что это с ней? Раньше она бы в жизни не ушла, не скупив пол коллекции. Говорят, что после аварии она того ку-ку. Мне ее даже жаль. Молодой человек, я ищу свою внучку. Еву Крылову. Где мне ее найти? Хотел бы я знать. Она ведь у вас немного странная, не так ли? Ленис Сергеевич, у вас по городскому. Не, ты слышала? Странная. Он себя-то видел в зеркало? Тоже мне Гарри Поттер недоделанный. Хватит петушиться, звони ей. Странная. linобильная. Странная. Т 전rie. Та с Туровами. Це срценту. Сдачи, któernи хитерсть. Не сильно! Т Та срценту. Та срценту. Ты и бабушка, я обязана быть на связи. Если Бельский увидит у вас эту дешевку… Да, бабушка, алло. Что значит где я? Я на работе. Я не могу уговорить, у меня покупатель. Все, потом, пока. Лиз, ты чего? Моя внучка мне врет. Зато мы теперь точно знаем, что она твоя внучка. Злая ты, Том. Это еще кто? Подруга. Сделайте вид, что вы не знакомы. Окно закройте. Угу. Угу. Не берите. Но как я ей потом все это объясню? Скажете, что это были не вы. Это действительно могла быть Лана. А где в это время была я? Я же должна быть на работе. О, Господи. Нужно каждый шаг разжевывать. Ну, я просто в жизни никогда так не врала, как за последние несколько дней. Ну, ладно, ладно, ладно. Скажете, что ездили домой, бабушка потеряла ключи. Она же не знакома с вашей бабушкой. Ну, вот и хорошо. Лизок, пойдем домой. Все будет хорошо. Лизок, пойдем домой. Все будет хорошо. Бардак здесь у них. Бардак. Марин, тут твою подружку разыскивают. Спросите, вы Марина? Да. Что? А где Ева? В аду горит. Я ее только что там видела. Это шутка. А вы кто? Это Елизавета Кирилловна, бабушка Евы. Ну, как ты, дядя мой ежик? Ну, как ты, дядя мой ежик? Тебя здесь хоть хорошо кормят? Ты за этим пришла? Я пришла, потому что ты подвал. Это больше похоже на правду. А еще больше я тебе поверю, если ты скажешь, что тебе что-то от меня нужно. Угадала. Жаль. Сколько? Семьдесят тысяч евро. Для машины мало, для сапог много. Решила оклеить имя туалет? Это для Антона. Ты оборзила в край. В открытую просишь у меня денег для своих любовников. Ему пять лет. Что за... что за бред? Антон это сын Маши, твоей медсестры. Дуры, которую я вчера чуть не уволил. Молодец. Они и так перебивают из воды на хлеб. У них все деньги уходят на лечение. Тебе-то какое до этого дело? Если не сделать срочную операцию, мальчик умрет. Что тут непонятного? Все. Все. Свободно. Что? Иди, я подумаю. Германа мне позови. Ну, выздоравливай. Я сказал, я подумаю. Ну, я не ради денег, я просто хочу, чтобы ты поправился. Как все прошло? Нормально. Забыла сказать, он вызвал. Ждите меня здесь. Да, Мариша. О, алло, привет. Ева, а ты где? Я у... я у бабушки. У бабушки? Просто пришлось приехать, бабушка ключи потеряла. Сейчас я ее валерьянку отпаиваю, она просто старенькая, нервничает. Да ты не волнуйся, она успокоится, и я сразу же приеду. Я еще успею на презентацию. Давай. Давай. Пока. Лид, ты слышала? Я старенькая. Ну, хорошо, хоть старенькая, а не дряхленькая. Его точно попало в беду, иначе бы она не стала мне врать. Ее нужно спасать срочно. Да чего этом спасать? Она на свидание махнула с хахаром. Я слышала, как она с ними договаривалась по телефону. И это в день презентации. Ну, взла не хватает. Марина Викторовна, нужно купить еще пять букетов цветов. Пожалуйста. Вы что хотите, все испортите? Почему? Зачем вы бросили деньги у Бельского? Вы так говорите, как будто эти деньги вычеты из вашей зарплаты. Или что у вас там? Вы издеваетесь? Денег мне жалко ни мнения Бельского. Вы, Лана, не такие суммы спускала в унитаз. Тогда что? А то, что Лана никогда бы не стала переживать из-за какого-либо ребенка. Вот если бы вы попросили на шопинг в Милане и полет в Токио, нас уж или казино Лас-Вегаса, получили бы моментально. Серьезно? Я же не знала. Надо было спросить. Я спрашиваю, вы сказали сначала работа, потом деньги. Да? Ну ладно, будем считать, что Лана временная помутня. Забыли. Знаете, этот ребенок единственная причина, по которой я участвую в вашем спектакле. Будет либо так, либо вообще никак. Забыли. Смотри. Дюка. Дорогие друзья, мы сегодня рады представить вам новую серию подарочных изданий любовных романов девятнадцатого века. Прошу. Ведь что есть любовь? Это... Это порыв, который то превозносит вас до неведомых миров, то низвергает в самую бездну. И кто, как не писатели девятнадцатого века, знали в этом то? Большое спасибо, что вы сегодня с нами. Пожалуйста, угощайтесь. Что ты на себя наделал? А что? Это мех. Трупики несчастных убитых животных, у которых есть дети. Марин, я пробовалась на роль, я тебе потом все расскажу. Пробовалась на роль? А ты же мне сказала, что бабушку спасала. Ну да. Моя бабуля совсем расклеилась. Расклеилась. А потом нас расклеила. Пришла сюда, построила три ряда и расклеила. Пока ты там ее спасала, она была здесь. Сюрприз. Ты не хочешь мне рассказать, как все было на самом деле и почему ты в трупах? Марин, я тебе уже все рассказала. Я пробовалась на роль, остальное я тебе расскажу потом. На нас смотрит поспело. Конечно, смотрит. Ты себя в зеркало видела? Тебе чего? Я поговорил с доктором Ланой. И? И у нее на самом деле не все в порядке с головой. Я тебе говорил. Если ты хочешь, можешь сам поговорить с доктором. Где он? Здесь. Зови. Здравствуйте. Знакомься, это профессор Гамаюнов. Что с Ланой? Присаживайтесь. Благодарю. Вы понимаете, Владислав Андреевич, мозг до сих пор является наименее изученной частью человеческого организма. Даже самое легкое сотрясение мозга может аукнуться через годы. Короче. Черепно-мозговая травма, которую получила ваша дорожайшая супруга, конечно же, не могла пройти незамеченной и без последствий. Герман написал мне характер возникающих у вас вопросов. Еще, короче, профессор. Это корсаковский синдром, неадекватное и несвойственное пациентам раннее поведение, провалов памяти, замещение белых пятен. Вымышленными событиями, персонажами… Да-да-да, как будто другой человек. Скажите, это навсегда? Обычно это проходит в течение нескольких дней. Но клинически описаны и многомесячные случаи. Так зачем ее выписали? Герман, как ты мог это прошляпить? Слушай, я не под пальмой валялся, разгребу кучу дел. Партнеры из Венгрии, таможни. Ладно, прости, я понял. Она может сама себе навредить. Нет. Но вы в этот период должны создать ей точку максимального душевного комфорта и покоя. А если не на фене, а человеческим языком? Ну, а человеческим языком… Потакайте ей во всем, и все будет хорошо. Решите отклоняться. Всего доброго. Спасибо. Герман, ванну мне через час привези. Алло, ты мне нужен. Прямо сейчас. Через сколько ты будешь? Нет, это слишком долго. Даю тебе 15 минут максимум. Да мне плевать, как ты доберешься. Давай. А поспелый был прав. Вы действительно глубокий, интересный знаток древней Креции. Знаете, из ваших уст это особенно приятно слышать, Аполлинарий Слювестрович. И мне приятно, но у вас телефон звонит. А, да. Извините, прошу прощения. Алло. Да, да, да. Да. Ты что с ума сошла? Ты куда? Маринечка, пожалуйста, отпусти меня. Я отработаю, я обещаю. Я очень поздно. Спасибо. А куда же ты вы, Ева? Извините, мне просто срочно нужно идти. До свидания. Аполлинарий Слювестрович. Да. А я слышала, вы столько всего знаете о гетерах афинских. Расскажите, только с самого начала. С удовольствием вас слушаю. И девочки тоже, правда? Да. Вот, целый клуб. Да. Тома, давай, давай, за ними. Все, за ними. Заводи машину, ну. Завожу. Ну, мы же быстро упусти. Вперед, вперед я не могу, у меня стол вперед. Елки-палки, давай назад как-нибудь. Назад заблокировано, ну. Ну все, мы их упустили. Ну, приехали. Выйми, иди пешком. Пешком иди, спасибо тебе. Да, Влад, да, уже на подъезде. Я понял, сразу к тебе. Где вас сносят? Нельзя было пораньше приехать. А что такое случилось? Что за спешка? Пока ничего. Влад выяснил, что у вас этот, Красаковский синдром. Ну, это после черепно-мозговой травмы, провалов памяти, странное поведение, благотворительность. То есть я могу быть собой? Ни в коем случае. Если вас еще раз занесет, мы спишем на этот Сидром. И я надеюсь, подобному больше ничего не случится. Не надо никаких импровизаций. Спасибо. Ты специально заставляешь себя ждать. Я сто раз тебе говорил, быть в пяти, максимум в пятнадцати минутах доступности. Я целый час тебя жду. А что я смешного сказал? Извини, но я хоть раз видела тебя улыбающимся. Задобрить меня хочешь? Нет, просто хочу нормально поговорить, без всех этих правил. Как дела дома? Все очень скучают по тебе. Кто это все? Федор Матвеевич, он постоянно тебя спрашивает, волнуется очень. А ты? И я. Хорошая ты актриса. Что это? Деньги. Я тебя из-за этого вызывал. Никогда не видела столько денег. Давай ты не переигрывай. Купель из баксов иногда в силе, что не помнишь. Забыла. Красиво хоть было? Уходи. Ну, я… Проваливай. Лана. Значит, я не обижусь, если ты эти деньги потратишь на себя. Тогда я в ответ не обижусь, за то, что ты мог такое обо мне подумать. Герман Николаевич, я хотел… Ни копейки больше не получите, не надейтесь. Нет. Я спросить хотел. А что, если Владислав Андреевич узнает, что я обманываю его? Если узнает? Вам конец. Но он не узнает. Если вы, конечно, сами не проболтаетесь. Я? Нет, ну что? Никогда. Ну все, не смею вас больше задерживать. Да-да. Всего доброго. На этот раз мне нужны не догадки, а четкие фото. Снимай каждый ее шаг. Любое подозрительное движение. Где была, с кем встречалась, что пила, что ела. Понял? Все, Андрей, все сделай. Ну, тогда вперед. Обо всех новостях сразу же мне докладывай. Конечно. Стой. Найди мне его, слышишь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok